Владимир Владимирович Владимир Владимирович Владимир Владимирович Владимир Владимирович Владимир Владимирович В стране искоренена системная коррупция, сведена до минимума деятельность искусственных монополий и олигополий. Однако в ходе действий по оздоровлению экономической и политической среды нашей страны мы встали перед проблемой фундаментального характера. Судебная власть страны, в отличие от исполнительной и законодательной ветви, в которых наблюдается качественный прогресс и оптимизация институтов, не подверглась какой-либо ощутимой трансформации. Результаты образовали огромный брешь доверия общества к судебной власти, а это, в свою очередь, создает серьезные препятствия для развития страны в целом. Все наши усилия по защите капитала, созданию равных условий для экономической деятельности и формированию благоприятной среды для привлечения иностранных инвестиций не принесут желаемого результата, если судебная власть не будет качественно преобразована. Поэтому создание реально независимой судебной власти, свободной от коррупции и политического воздействия, сегодня является насущной проблемой для нашего общества и приоритетом в стратегии реформ правительства Армении. Во-вторых, это полноценное использование потенциала внешнеэкономических связей и участия в международных интеграционных структурах. Для таких стран, как Армения, очень важна институционализация доступа к центрам мировой экономики и активности. Это в первую очередь относится к нашему сотрудничеству с Российской Федерацией и участию в Евразийском экономическом союзе. Мы настроены на дальнейшее совершенствование стратегического партнерства с Россией и максимально продуктивное участие в союзе. Для этой цели мы будем прилагать все усилия для совершенствования механизмов сотрудничества и максимального углубления интеграции между участниками нашего объединения. Это в равной степени относится и к нашему членству в ОДКБ. Хотел бы подчеркнуть нашу заинтересованность в расширении географии внешнеэкономических связей Евразийского экономического союза. Особое значение в этом смысле имеет Китай. Мне отрадно отметить, что в течение последнего месяца мы достигли высокой динамики в развитии двусторонных отношений с этой страной, играющей одну из ключевых ролей в мировой экономике. Как члену Евразийского экономического союза нам выдается важным создание институционального сотрудничества между разными интеграционными объединениями и проектами. Считаю приоритетным реализацию идей сопряжения ЕАЭС и экономического пояса шелкового пути. Она вполне логична и рациональна. Перспективным считаю также политику углубления сотрудничества между ЕАЭС и Европейским союзом. Думаю, что если не в ближайшем будущем, то во всяком случае в среднесрочной перспективе такое сотрудничество вполне реализуемо и даже неизбежно. С ЕАЭС Армения имеет договор об углубленном и всеобъемлющем партнерстве. Которые мы намерены использовать с максимальной эффективностью для дизайна и имплементации наших реформ. Партнерство с ЕАЭС никоим образом не противоречит нашему членству в Евразийском экономическом союзе. Она дополняет его, обогащая наши возможности новыми сравнительными преимуществами. В-третьих, это максимально эффективное использование человеческого потенциала страны. Наш основной капитал – это люди. И действия нашего правительства направлены на создание условий для свободной реализации творческого, интеллектуального и делового потенциала наших граждан. И мы вообще намерены сделать Армению раем для талантливых людей. Будущую Армению мы видим в развитии инновационной экономики. Она не имеет альтернативы для такой страны, как Армения. Приоритетным для нас является технологический сектор. Образование в этом плане приобретает особое значение для нас. Армения унаследовала от советских времен хорошую школу физики и математики. И сегодня мы делаем все возможное для консолидации и использования этого потенциала. За последние 7 лет сектор информационных технологий вырос в Армении в 5 раз. Он стал одним из локомотивов экономического роста страны и ее самой перспективной отраслью. Образование и инновации, сотрудничество и интеграции, установленные верховенство закона и эффективное управление – вот где мы видим наше потенциальное преимущество, которое позволит полноценным образом использовать наши ресурсы и добиться условий для устойчивого экономического развития. Мы, честно говоря, думаем, что уже встали на этот путь, потому что в первом квартале в Армении уже зарегистрировался рост ВВП на 7,1%, а в апреле месяце у нас установился темп экономической активности 9,2%. Так что мы приглашаем тоже международный бизнес инвестировать в Армению. У нас даже есть девиз для потенциальных инвесторов. Мы приглашаем им в Армении стать богаче и сделать нашу страну более богатой. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты